выбор сделан украина выбрала президента кто победил что говорят данные экзит пола все одни выборов узнаете прямо сейчас наши редакторы журналисты собрали для вас все самое важное интересное за день и выпуске смотрите зеленский лидер президентской гонки первые данные экзит полов с каким разрывом идут кандидаты голосование на линии фронта как выбирали президента на передовой реакция на предварительные результаты выборов прямые включения со штабов кандидатов первые цифры второго тура выборов 73 процента за зеленского 25 запорошенко предварительные данные экзит пола в социологи огласили сразу после закрытия участка в 8 вечера по киевскому времени анна романовская корреспондентка ю и тв слышала цифры добрый вечер коллега как объясняют разрыв между кандидатами почти в три раза социологи действительно социологи которые проводили экзит пол в украине назвали именно такие цифры стоит добавить что также около двух процентов а респондентов отметили что не специально испортили свои облетения чтобы не проголосовать из одного кандидата а столь существенный разрыв в голосах почти в пятьдесят процентов директор фото демократических инициатив объяснила нам там тем что украинцы недовольны существующей политической системой хотят кардинальных изменений потому и выбирают кандидата который не фигурировал раньше в политической сфере стоит задуматься что являет собой наша политическая система она не удовлетворяет людей по многим параметрам и очень важно чтобы политические силы перед парламентскими выборами задумались и как-то изменили к тому времени свою политику эти цифры не окончательные финальные результаты национального экзит пола станут известны уже меньше чем через час в 10 часов вечера стоит отметить что опрос избирателей проводился анонимно их в анкете просили указать пол возраст уровень образования также отметить кандидата за которого они проголосовали а и также избирательный участок где они голосовали по состоянии на 6 часов вечера интервьюеры опросили 13 с половиной тысяч людей и ожидается что погрешность этого экзит пола будет не более двух с половиной процентов на этом у меня все дарить тебе слово анна романовская корреспондент к ее тиви по предварительным данным экзит пола владимир зеленский получил 73 процентов голосов избирателей пётр порошенко 25 процентов результаты экзит пола внимательно слушали оба кандидата в своих штабах с ними наши корреспондентки любовь задорожная работает в штабе владимира зеленского ольга михалюка в штабе петра порошенко мой первый вопрос любя как отреагировал кандидат на цифру в 73 процента здравствуй дарья здесь уже в шутку а может и не в шутку нарекают штаб владимира зеленского самым счастливым местом страны сейчас потому что конечно же результатом здесь обрадовались вышел сам владимир зеленский на сцену буквально перед оглашением обнародованием результатов национального экзит полом и давайте посмотрим как он отреагировал на эти результаты ну что ж друзья дейте как вы то есть была такая очень радостная была прием этих результатов заготовили как мы видели конфетти заранее на случае именно таких результатов отрыва от петра порошенко потом зеленский владимир зеленский взял слово он поблагодарил всех кто его поддерживал начал он со своей семьи с жены с родителей давайте послушаем дякую устей нашей команде спасибо всей нашей команде всему штабу отдельная благодарность госпожи оксане и люби которые убирали за теми кого я перечислил выше спасибо квартал 95 можете теперь называться квартал 73 вот так это все происходило сейчас после этого владимир зеленский ушел со сцены но сейчас снова что-то происходит на сцене возможно опять сюда выйдет пока еще кандидат в президенты я попрошу показать сколько находится здесь прессы сколько находится операторов сейчас то есть очень очень место заполнено прессой каналы я не преувеличиваю если я скажу что со всего мира приблизительно то же самое находится в штабе то есть сейчас все более или менее разошлись видимо будут все таки пропускать и кандидата в президенты мы остаемся здесь следим дарья тебе слова позвонить позвоните поздравить оппонента намеренно президент петр порошенко об этом он заявил в штабе после оглашения предварительных данных экзитполов ольга михалюк слышала речь пятого президента украины оля какие слова вот лично тебя впечатлили конечно главные слова которые произнос сегодня президент это никогда не сдавайся я могу сказать что сейчас входя люди даже плакали когда услышали данные экзитпола это не окончательный результат еще будет официальный подсчет голосов но расклад сил уже понятен скорее всего когда уже будет официально оглашено будущим президентом станет таки владимир зеленский здесь тоже видели данные экзитпола за ним очень внимательно следили и журналисты и сторонники действующего президента и кандидатов президенты пока еще могу сказать что сам президент петр порошенко очень достойно встретил эти данные сказал что он готов позвонить и поздравить своего визави и ранее он заявлял о том что согласиться с любым демократическим выбором украинцев я предлагаю послушать никогда 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 не сдавайся в большом и не сдавайся в малом не в значительном не в мелком никогда не сдавайся слышу я и сейчас когда вижу эти результаты экзитполов а они очевидны и дают основания сейчас позвонить моему оппоненту и поздравить да петр порошенко вспомнил как он принимал украину в 2014 когда развернулась российская агрессия тогда желающих занять этот пост было не так много за эти годы он наладил и международное сотрудничество и стабилизировал работу банковской системы и также армия окрепла и это тоже заслуга политики действующего президента могу сказать что все это будет далее продолжаться петр порошенко сказал что он не уходит из политики и будет даже помогать владимиру зеленскому когда он станет на пост важнейший пост президента украины сказал что они будут очень сильной оппозиции но даже готовы поделиться теми контактами и налаженными связями с международными партнерами чтобы украину продолжал поддерживать мир особенно в борьбе с российской агрессией студия спасибо коллеги в штабах кандидатов президент работает съемочная группа ее тиви владимир зеленский который согласно предварительным данным экзит полов набрал 73 процента голосов пообещал не подвести петр порошенко с результатом 25 процентов заявил что из политики не уходит и продолжит бороться за украину центр избирком обрабатывает данные появки во втором туре евгения бурда работает в комиссии женя с нами на прямой связи видим если она да есть жене передают режиссеры жень скажи пожалуйста как активно голосовали украинцы добрый вечер дарья центральная избирательная комиссия уже принимает данные появки на 20 часов когда закрылись избирательные участки свои цифры уже сообщили 68 территориальных окружных комиссий первой была донецкая область сейчас мы можем видеть что цифры уже есть почти по всем областям я напомню что в каждом регионе по несколько территориальных округов всего их 199 поэтому и эти цифры еще может могут измениться сейчас мы можем видеть что активнее всего голосовали во львовской области свой гражданский долг там исполнили больше шестидесяти семи про нам показывает закарпатская область эти цифры немножко отличаются от дневных когда средняя явка на всех 199 округах была чуть больше 45 процентов и самая низкая тогда тоже была в закарпатской но лидировали днепропетровск если сравнивать с показателями первого тура то цифра отличается не не многим около процента и в пользу сегодняшнего голосования 31 марта на участке пришли гораздо меньше людей как рассказала секретарь центральной избирательной комиссии наталья бернацкая повторное голосование 21 апреля прошло практически без нарушений без системных нарушений которые могли бы повлиять на исход выборов все было спокойно в штатном режиме и центральная избирательная комиссия не получила ни одной жалобы но не все при фронтовом поселке лебединская отдать свои голоса люди смогли только с 16 часов и вот что она рассказала по поводу этого инцидента в целом в целом центр избиркоме оценили уровень безопасности на участках как высокий полиция получила несколько десятков обращений по поводу порчи бюллетеней попытки его вынести из участка а также демонстрации а уже заполненного бюллетеня что нарушает тайну голосования по словам чем свободным и прозрачным и электронная система выборы 2019 работают без сбоев обновляется она оперативно и уже следующие данные мы будем ожидать когда центральная избирательная комиссия начнет принимать первые протоколы о результатах голосования на участках на этом у меня все дарим жизнь спасибо слышали тебя с перебоями но главное уловили голосование второго тура прошло без системных нарушений эта информация из центральной избирательной комиссии оба кандидата петр порошенко и владимир зеленский проголосовали в столице второй возле избирательного ящика продемонстрировал свой бюллетень за что позже был оштрафован подробнее тата кривенко все 1106 избирательных участков украинской столицы начали свою работу ровно в 8 утра перед некоторыми небольшие очереди возникли еще до открытия я всегда прихожу рано на голосование на первый тур приходила 8 я сегодня работаю поэтому решила пораньше потому что работаю допоздна считаю что все вы на все выборы нужно приходить на важные не важные не бывает не важных особенно мне кажется второй тур очень важен для украины за первые три часа работы участков явка избирателей в столице составила 16 с половиной процентов украина идет в правильном направлении если мы можем голосовать и в принципе это справедливо все и демократично я думаю выбор каждого человека важен для украины в целом и очень важно прийти проголосовать каким бы ни был твой выбор в киеве голосовала больше всего крымчан которые решили принять участие в президентских выборах в столичный реестр подали заявление 1645 жителей оккупированного россией полуострова для нас как для крымских татар это очень важное дело это наш долг особенно в это непростое время оба кандидата на президентский пост также проголосовали в столице первым на участок в одном из спальных районов приехал владимир зеленский сопровождение жены охраны и большого количества журналистов он проследовал в кабинку для волеизъявления не обошлось без казуса возле избирательного ящика кандидат публично продемонстрировал свой бюллетень а это нарушение избирательного законодательства полиция составила протокол об административной ответственности владимир зеленский должен будет уплатить штраф чуть больше 30 долларов второй кандидат действующий президент петр порошенко пришел на выборы женой детьми и внуками после голосования поблагодарил все кто пришел его поддержать и призвал украинцев голосовать с умом чтобы сохранить страну и ее национальный курс я твердо убежден что во время этих выборов мы должны сделать все возможное чтобы наш прогресс в европейскую и евроатлантическую интеграцию не то чтобы не был остановлен мы этого точно не позволим они замедлил путь наших реформ и очень важно чтобы украина защитила те достояния которые приобрела за последние пять лет в целом президентские выборы в киеве проходят спокойно и демократично отчитались в полиции зафиксированные нарушения незначительные самые распространенные фотографирование бюллетеня тата грывенко максим градобик юэй тиви обмен роликами сдача анализа в словесный баттл дебаты на стадионе это самая непредсказуемая предвыборная кампания за всю историю украины о сражении кандидатов за симпатии избирателей в сюжете корреспондентов юэй тиви в ночь после первого тура выборов пётр порошенко приглашает оппонента на дебаты ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты тот кто будет уклоняться он будет знать что ему нечего сказать в ответ в штабе зеленского заявляют не уверены что дебаты нужны украинцы запускают флешмоб в соцсетях хочу видеть дебаты после этого зеленский обнародует видеоролик в котором соглашается на встречу но с рядом условий дебаты дебаты состоятся перед народом украины все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире все журналисты имеют право присутствовать также зеленский требует медицинскую экспертизу порошенко на условия соглашается приглашает оппонента сдать анализы в медпункте олимпийского и делает это сам я сразу же дал разрешение на проведение исследований я бы внес изменения в законодательство и сделал процедуру обязательной потому что вопрос об отсутствии нарко и алкогольной зависимости это вопрос нацбезопасности зеленский вместо стадиона отправляет создавать анализы в частную клинику сдал кровь все жена была все крови из меня выкачали но слава богу во мне его ее много кровь молодая мы всем посмотрим слово берут в центр сберкоме согласно законодательству дебаты нужно провести накануне дня тишины 8 вечера в студии общественного вещателя у порошенко предлагают встретиться на олимпийском за неделю до официальной дискуссии петру порошенко прибудет на дебаты с владимиром зеленским 14 апреля в 14 часов 14 минут на нск олимпийский и еще раз настойчиво повторяет свое приглашение зеленскому не бояться дебатов не избегать у зеленского отвечают готовы к дебатам только 19 апреля и только на стадионе пообщаться с оппонентом беспосредников порошенко пытается во время политического ток-шоу 11 апреля и разговор состоялся правда по телефону мать и терпец послухать мать и терпец послухать мать и терпец послухать мать и закинчив я 19 числа на нск олимпийский крапка вас крапка так крапка 14 апреля кандидат пётр порошенко пришел на стадион однако общался с людьми трибуна владимира зеленского осталась пустой 19 апреля кандидаты все-таки встретились на стадионе посмотреть на так называемые дебаты пришли 22 тысячи зрителей чтобы предотвратить столкновение фан-зону разделили кордоном полиции соорудили две сцены однако перед началом словесной схватки пётр порошенко идет на сцену к оппоненту выступления вопросы ответы и реплики длились 40 минут прозвучало много взаимных претензий и обвинений в результате каждый остался при своем после официальные дебаты должны были состояться в студии общественного телевидения однако туда владимир зеленский не явился любовь задорожная инесса заня на юэй тиви больше тысячи украинских военных выбирали президента в прифронтовой попасной город луганской области находится в трех километрах от зоны боевых действий там развернули специальный избирательный участок где голосовали военнослужащие с нулевых позиций репортаж корреспондентов юэй тиви с утра армейцы выстраиваются в очередь перед палатками специального избирательного участка чтобы все успели проголосовать военных привозят с позиций согласно графика на позициях должны быть люди которые несут свою службу есть наряд есть те которые отдыхают есть которые готовятся заступить поэтому нужно четко прочитать и осуществить эту логистику подвести сюда чтобы все было во время в вышиванке пришла голосовать старшина минометной батареи елена она воюет третий год а до этого ездила на передовую как волонтер я хочу чтобы мой ребенок жил в свободной стране независимой свободным выбором как учеба так работы честно вот хочу в европе чтобы он жил в европейской стране очень хочу муж елены александр полностью поддерживает позицию жены я пришел на выборы для того чтобы поддержать курс на украинскую украину а не малороссию я воюю с четырнадцатого года с майдана и украина за последнее время действительно стала на курс украинской а не малороссии в попасной проголосовала почти тысячи украинских военнослужащих армейцы уверены их голос влияет не только на результаты выборов но и на будущее страны я думаю в ближайшее время война закончится хорошим концом для нас конечно и когда мы начнем отстраивать свою страну поднимется инфраструктура там финансовое положение попасная находится в трех километрах от зоны боевых действий окраина города постоянно обстреливается боевиками 14-15 риг зима 14-15 год зима тут было очень много обстрелов люди выезжали в городе почти не осталось людей если взять по нашей школе детей у нас до начала войны было 361 а сейчас 267 и так со всем населением потому что кто-то уже устроился в другом городе подальше от войны и проблем а кто-то вернулся потому что дома все равно лучше голосовать на участке в попасной идут семьями избиратели мечтают об одном хочется спокойствия детям хочется чтобы не страшно было отпускать на улицу гулять всего в попаснянском районе зарегистрировано более 45 тысяч избирателей из них 413 переселенцы анастасия волкова александр лахтин луганская область юэй тиви вышиванках на выборы приехали крымчане несмотря на сложности при пересечении админграницы с аннексированным крымом люди ехали в херсонскую область голосовать с ними пообщалась ольга волынець самый большой избирательный участок в поселке колончак херсонской области в доме культуры больше двух с половиной тысяч избирателей с утра здесь выстроились очереди за этим столом получают бюллетени те кто изменил место регистрации в том числе и жители оккупированного крыма минулого разу я была просто членом в прошлый раз я была просто членом комиссии на этом участке всего было зарегистрировано 95 человек из крыма в этот раз намного больше добавились 86 человек это очень хорошо что люди едут и хотят быть составе украины с утра им пришлось выстоять очередь на админгранице с оккупированным крымом а потом и на избирательном участке им нужно успеть проголосовать и вернуться на оккупированную территорию кто вышиванки кто с сине-желтыми лентами говорят тревожно за украины поэтому и приехали за сотни километров чтобы отдать свой гражданский долг всем сердцем переживаем за нашу украину несмотря на то что живем в крыму в севастополе пока пока думаем что на временно оккупированной территории мы всем сердцем надеемся и верим что мы соединимся и будем все вместе в единой семье очень жаль что украина голосует так что она так разделена и сегодня очень просто было приехать на выборы препятствий не было настроя приехала члены избирательной комиссии в колончике приготовили для избирателей из оккупированного крыма вот такие мотанги ангелочки которые и сами смастерили выдают вместе с бюллетенем на контрольном пункте въезда колончак в обед пассажиропоток низкий хотя утром стояла очередь из машин в сторону материковой украины пассажиропоток такой как всегда мы увеличили количество мест для паспортного контроля а также для проверки транспортных средств сейчас никаких провокаций на административной границе не происходило ситуация под контролем на пункте пропуска встречаем крымчан которые уже успели проголосовать и возвращается на оккупированную территорию а проголосовали доброе все прошло проголосовали хорошо все прошло замечательно встретили очень много крымчан при проходе админграницы спрашивали куда едем вышиванки мы спрятали говорили российским пограничникам понятное дело что неправду они и сами прекрасно понимают куда люди едут а что они сделают всего во втором туре выборов президента украины готовы проголосовать около 6 тысяч крымчан больше полутысячи только в херсонской области это в полтора раза больше чем в первом туре в херсоне и области работают все 733 избирательных участка а сотрудники полиции переведены на усиленный режим охраны правопорядка ольга волонец дмитрий борщ из херсонской области и и тиви совершеннолетие и первое голосование в один день первокурсница дарья синёк сегодня отпраздновала день рождения и смогла проголосовать на выборах готовилась к этому дню с особой ответственностью выборы президента страны проводятся не каждый день с какими надеждами и настроением голосует молодежь расскажет артем голубь дарья синёк медалистка первокурсница одного из киевских вузов через несколько лет станет дипломированным математиком в будущем даша мечтает работать логистом управлять материальными информационными и людскими потоками аккурат 21 апреля девушки исполняли 18 лет и рада и очень волнуюсь потому что я всегда хотела проголосовать выборах это так совпало что на мой день рождения как раз будут выборы мне кажется это прямо судьба за несколько дней до выборов даша со съемочной группой юэй тиви отправляется в райадминистрацию проверить если ее фамилия в списке избирателей и к сожалению когда я вводила дату своего рождения мне все время выдавала ошибку поэтому я написала в службу поддержки и к сожалению уже прошла неделя и мне до сих пор не ответили я пришла сегодня в центр на дне административных послуг своего района чтобы удостовериться если я в списках в администрации девушку успокоили электронные списки иногда обновляются с опозданием но на участке она сможет проголосовать без проблем в день выборов дарья пришла на свой избирательный участок к выбору как будущий математик даша подошла осознанно прочла программы кандидатов и сравнила уверена свободный выбор признак гражданского общества у нас выборы проходят очень демократично я уважаю выбор каждого гражданина смирюсь с этим отдать свой голос на президентских выборах это долг каждого украинца считает девушка я считаю что каждый голос очень важен и что мы влияем каждый влияет на будущее своей страны и мы должны всячески участвовать в жизни сейчас дарья как и миллионы других избирателей ожидает результата второго тура президентской гонки и думает за кого голосовать на парламентских выборах 27 октября артем голуб игорь каркадым евгений сакун юэй тиви в эти минуты закрывается большинство участков в западной европе голосуют еще только в португалия процесс продолжается и на американском континенте международная редакция юэй тиви собрала самые интересные моменты голосования украинцев на заграничном округе украинцы избирают президента в 72 странах более четырехсот десяти тысяч бюллетеней центральная избирательная комиссия разослала на 101 заграничный участок первыми свой выбор делали украинцы в столице австралии конберри там голосование стартовало 20 апреля в 23 часа по киевскому времени в час ночи открылся участок в шанхае я пришла проголосовать за будущего президента украины потому что мне не безразлично будущее этой страны на участке все круто хорошая атмосфера больше всего участков в германии 5 в посольстве говорят во втором туре избиратели голосовали активнее в берлине по предварительным данным явка увеличилась в половину в соцсетях украинцы призывали прийти проголосовать 21 апреля жители отдаленных городов списывались заранее искали попутчиков и договаривались ехать вместе мы рады что приехали вон девушка за 100 километров ехала и мы встретились проголосовали настроение отличное ждем изменений к лучшему также активно агитировали не игнорировать выборы в дании местное посольство и избирательная комиссия провели масштабную информационную кампанию в соцсетях чтобы собрать как можно больше людей очень много туристов приехали на эти праздники в данию взяли открепительные талоны поэтому у нас большой поток избирателей сегодня чему мы очень рады очень праздничная атмосфера в посольстве правда люди очень серьезно относятся к своему гражданскому долгу и еще приятно удивила работа посольства и комиссии которые очень активно информировали граждан о том как проверить себя в списке избирателей как встать на учет в посольство и попасть в этот список проголосовать за своего кандидата в странах с наибольшими украинскими диаспорами италии польши и соединенных штатах америки работали по четыре избирательных участка в одном только нью-йорке зарегистрировались 12 тысяч избирателей голосовать ехали за сотни километров я отстоял в очереди огромной в Киеве получил открепительный талон я понимаю что я чуть ли не там единственный кто с открепительным талоном сюда приехал с моим партнером и мы вот сегодня отдали голос каждый из нас должен проголосовать потому что мы любим Украину мы заботимся о ней делаем все чтобы в Украине был мир благополучия и чтобы она расцвела еще лучше рекордная стопроцентная явка традиционно на украинской антарктической станции Академик Вернадский там проголосовали все 12 членов экспедиции урну соорудили из подручных средств роль кабинки играл перевернутый шкаф украинцы живущие в России могли голосовать в Грузии Казахстане и Финляндии самый крупный по количеству избирателей участок работал в Молдове меньше всего граждан Украины 42 человека голосовали в Сербии в первом туре президентских выборов на зарубежных избирательных участках проголосовали около 55 тысяч человек рекорд активности избирателей за рубежом зафиксировали на президентских выборах в 2004 тогда свои голоса отдали больше 100 тысяч украинцев по статистике в среднем на выборах голосует десятая часть заграничных избирателей Александр Кулибаба, Вадим Гринько, Евгения Бурда, UATV В Соединенных Штатах работают участки в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско там сейчас день об особенностях голосования за океаном специально для UATV рассказал корреспондент Голоса Америки Михаил Комодовский Сегодня апогей долгих и, пожалуй, одних из самых ярких выборов президента Украины за всю историю независимости страны За океаном, за результатами на протяжении последних двух недель следят и эксперты, и официальные лица Американские медиа обратили внимание на двух кандидатов гонки, чего уж стоят дебаты на НСК Олимпийский Европейские международные телеканалы, немецкие, французские, турецкие, например Несколько дней назад начинали выпуски новостей с сообщениями об Украине Лично я давно такого не видел Собственно, государство смогло обратить на себя внимание Однако, толпы на избирательном участке в Вашингтоне мы не видим Во время первого тура из 7 тысяч зарегистрированных избирателей в американской столице проголосовали лишь чуть более 400 Нью-Йорк, Чикаго и Сан-Франциско похвастаться большими цифрами не могут Одни называют это нормой, другие негодуют, мол, можно быть и поактивнее Но не следует забывать, что расстояния в США очень велики И некоторым избирателям, чтобы проголосовать, приходилось преодолеть несколько тысяч километров К тому же это удовольствие не из дешевых Собственно, и избирателей в Америке не так уж и много сравнительно с Украиной И они вряд ли смогут повлиять на общую картину результатов Но идти на выборы нужно, говорят местные украинцы Чтобы их голосом не воспользовался кто-то другой, например Да и люди продолжают чувствовать некую связь со своей родиной Кстати, вопрос, имеют ли право голосовать те, кто переехал за границу, но сохранил украинский паспорт И не планируют возвращаться, как мне видится, в последнее время стал довольно острым По крайней мере в социальных сетях Я считаю, что каждый голос гражданина Украины очень важен И не имеет значения, за границей ты находишься или в Украине Твой голос важен, и каждый голос напрямую влияет на результаты выборов президента Украинец, где бы он ни находился, в любой точке мира Если у него есть право голоса и заграничный паспорт, может сделать свой выбор Ну и напоследок добавлю, избирательный участок Сан-Франциско закроется самым последним в мире К тому времени в Украине появятся уже первые результаты волеизъявления Новости об Украине на пяти языках мира на сайте канала uetv.ua Вот такими были президентские выборы 2019 И вне зависимости от их результатов мы верим, мы знаем, что победит Украина Спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы с Украиной Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому